Ок. Ну, отлично. Давайте я расскажу первый опыт поверстки презентации фонда. Татьяна, прекрасно. Спасибо. Давайте тогда я расскажу пару слов по поводу целого набора задач, связанных с брендом некоммерческих организаций, связанных с названиями, логотипами, фирменным стилем. Эти задачи у нас периодически появляются на сайте IT-волонтер. И, как мне кажется, далеко не все из них успешно завершены. При этом, по сравнению даже с теми же сайтами, это очень хороший, интересный тип задач, который позволяет действительно вам набить руку на создании логотипов, на создании фирменного стиля. И вот здесь, но при этом есть несколько аспектов, на которые я хотел бы обратить внимание. Итак, давайте начнем с самого начала. Что такое бренд? Бренд – это имя, термин, знак, символ или дизайн, или комбинация всего этого, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов, а также для отличия товаров или услуг от товаров или услуг конкурентов. То есть, в данном случае, с одной стороны, бренд нужен нам для того, чтобы идентифицировать некоммерческую организацию или проект, а, во-вторых, отличить ее от остальных. Какие у бренда есть эффекты? С одной стороны, это использование последовательного визуального ряда, формирование эмоциональной связи, отражение ценностей проекта. Вот какие, например, социальные бренды вы можете знать? Вот кто у нас знаком, например, с этим брендом и с этим логотипом? Можете ли вы его опознать? Пишите либо да, либо нет. Татьяна пишет что-то про амнистию. О, здорово. Да, вы правы, Татьяна. А что именно про амнистию? Да. Это логотип международной амнистии, международной организации, которая борется за права политически осужденных, неправомерно осужденных и так далее. Вот это вот, что у нас за логотип и бренд в том числе. Это ЮНИСЕФ. Это не совсем ЮНИСЕФ, это ООН. Но, собственно, вы практически были очень-очень близки. А вот это вот, что у нас за логотип? Кто-нибудь здесь напишет? ВВФ. Прекрасно. Международный фонд дикой природы. Фонд охраны природы. Ну, видите. В общем, хороший бренд, хороший логотип. Говорит тысячу слов сам по себе. Он позволяет выделиться, позволяет запомниться и позволяет, собственно, сразу какую-то эмоцию испытать. Из чего складывается бренд? Да, он складывается, во-первых, из названия. С одной стороны, здесь хорошее название, оно должно резонировать. Оно должно резонировать не просто со всеми, а конкретно с вашей целевой аудиторией. Оно должно быть относительно кратким и, по возможности, оригинальным. Хотите проверить, понятно ли оно, резонирует ли оно? Попробуйте продиктовать его по телефону. Название отражает то, что вы делаете, отражает вашу миссию. Какие бывают ошибки с названиями? Название не проверили на наличие. То есть, что такое название, что кто-то уже им обладает. Вот, например, у нас систематически происходят хакатоны, мы их проводим, и появляется проект, который называется Happy Animals. Он что-то там про животных, про защиту их и так далее. Но очевидно, что люди не проверили название, поэтому, как только мы приходим, начинаем искать, оказывается, что вместо проекта, который должен делать животных счастливыми, мы на самом деле, скорее всего, увидим селикогелевые наполнители для кошачьего туалета. И когда люди будут искать ваш проект, который вы запустите, люди будут находить, прежде всего, наполнители для лоточков, а не ваш прекрасный проект. А вот представьте себе, что вы это не сделали в самом начале, не проверили, и в итоге запустили сайт, сделали логотип, сделали, распечатали визитки, и все. Вот, например, один раз запустившись, уже дальше вы будете навечно связаны неразрывной связью наполнителями селикогелевыми для кошек. Наверное, вы этого не хотите делать. Поэтому всегда, когда вы думаете над названием, первым делом проверяйте его. Дальше, например, еще один проект назвался FTP. У него какая-то была аббревиатура, вот, ну, например, для всех программистов, да, FTP четко ассоциируется с файл-трансфер протоколом, да, с протоколом передачи файлов на сайт. Тоже можно было бы избежать, если бы один раз проверить. Наконец, есть такая тенденция в некоммерческих проектах называть какими-то пафосными, называть проекты пафосными цитатами из бардов. Да, вот, например, есть проект, который так назывался. Каждый выбирает для себя. Он там что-то про профориентацию для владежи. Ну и, конечно же, как только вы пытаетесь найти подобный проект, просто вводя слово в поисковике, у вас прежде всего появляется Сергей Никитин с, соответственно, с различными вариантами песни. Каждый выбирает для себя. Вероятность того, что появится ваш проект, достаточно низка. И, мало того, совсем низка, если подумать, что ваш проект должен еще в этой информационной конкуренции победить Сергея Никитина. Еще одна ошибка, которую вы можете совершить по поводу названия. Это название не выделяется никак. И это имеет, с одной стороны, отношение к предыдущей проблеме. И, соответственно, не ищется. Вот пример из нашей практики. В Перми запустился проект «Природа Перми». И проблема была в том, что и до сих пор она остается. Каждый раз, когда я хочу показать его коллегам, мне приходится долго идти сначала вводить, потому что я не помнил домена. Потом искать, какая же именно это «Природа Перми», потому что этих проектов уже дофига. И, мало того, их было дофига, когда этот проект создавался. И авторы очень хорошо об этом знали, но они все равно уперлись. Они захотели вот такое название, а не какое-то более оригинальное. Ну и, в общем, имеют то, что имеют. Не номер один в списке, а номер три. И то, скорее всего, с учетом алгоритма Google, который понимает, что, скорее всего, я буду именно этот проект искать. Еще у нас победители нашего хакатона в Воронеже в прошлом году. Очень хороший проект. Опять же, я могу критиковать их названия, я ни в коем случае не критикую их работу. Вот проект называется «Доработа для людей с инвалидностью в Воронежской области». Они никак не хотели менять название, но в итоге за свою упрямость получили то, что имеют. То есть, когда я пытаюсь найти их проект, этот проект нормально не идентифицируется. Он показывается, в лучшем случае, каким четвертым вариантом поисковой строки. И это плохо, потому что если бы они использовали бы нормальное, идентифицируемое, короткое, резонирующее название, и оригинальное, разумеется, они бы были на первой строке, и их можно было бы быстро определить, а следовательно, у них было бы больше трафика. Неблагозвучно. Тоже вопрос по поводу того, что название, когда вы будете его придумывать, нужно произносить вслух. Вот у нас победитель нашего хакатона во Владивостоке, и здесь тоже я готов признать, что я вместе с этим проектом тоже совершил эту ошибку, но просто не произнесли название вслух. Название называлось опердок. Ну, то есть, оперативный поиск пропавших животных, ну и в данном случае собак. Но когда уже стали тестировать целевую аудиторию, оказалось, что многие люди читают это как опердок. Или опердок. И это, в общем, совсем неблагозвучно. И, наверное, вы не хотите повторять подобных ошибок. Еще есть вариант по поводу названий, связанных с нежелательными ассоциациями. Вот, например, Институт гидродинамики имени Лаврентьева. Можете сделать из него, точнее, можете прочитать только аббревиатуру и поймете, о чем я. Всем поняли шутку? Ну, в общем, на самом деле, так, если кому-то нужно объяснить, я объясню. Но Институт гидродинамики имени Лаврентьева, аббревиатура звучит как ИГИЛ, запрещенная на территории России террористическая организация. Разумеется, Институт гидродинамики на момент основания не предполагал, что какая-то террористическая организация будет создана и будет называться как какие-то странные бандформирования где-то в далекой Сирии. Но так или иначе, они очень серьезно пострадали, когда эта аббревиатура получила свое развитие. Разумеется, такого предугадать невозможно. Здесь нет никакой вины непосредственно в Институт гидродинамики, но, например, есть много вины у тех, кто выбирает себе какие-то логотипы или названия с использованием каких-то аббревиатур или каких-то уже имеющихся названий, которые имеют очень серьезные коннотации. Подумайте об этом, не звучит ли это как-то, я не знаю, как какие-нибудь другие слова, запрещенные на территории России. Еще очень важный момент, особенно в некоммерческих организациях, которые я называю большим широким термином «лень» в названиях. Люди ленятся, а именно обожают использовать слово «добро». Вот я на самом деле веду коллекцию всех названий, которые содержат слово «добро». И мой вам совет, что когда вы используете в социальном проекте слово «добрый», «добро» и так далее, где-то умирает в мучениях 10 котят, потому что слушать это уже невозможно. За каждое слово «благо» в названии социального проекта умирает 20 котят. Если вы делаете сайт по поводу экологии, то то же самое происходит по поводу слов «зеленый», «эко» и всего вот этого. Вот этих миллионов зеленых «эко» благодобров уже миллионы, и просто невозможно придумать что-то хорошего, мало того, что вы совершенно никак никому не запомните. Тогда будет понятно, что вы типа про что-то благотворительное, но отличить вас от любой другой организации будет невозможно. Но спросите вы, ну если все так плохо, да, есть ли хорошие названия? Да, можно придумывать, пожалуйста, вот пойдем посмотрим, да, недалеко будем идти, найдем «Лыжи мечты», да, прекрасный проект. У него полное название «Автономная некоммерческая организация, центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева». Спасибо. Вот бренд – это «Лыжи мечты», да, вы говорите «Лыжи мечты», они все сразу ассоциируются вот так вот. А представьте себе, что если бы они решили назвать свою организацию «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП», а если бы еще они постарались, и другими ограниченными возможностями здоровья. Нормально? Отлично? Вот, поэтому это явно не то, что вы хотите делать, да, то есть «Лыжи мечты» – это хороший бренд, но не «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП. Какие еще примеры? Я вот постоянно привожу, например, «Ночлежку», «Ночлежка» – это слово, да, это как раз пример, когда организация берет, собственно, в рамках своего бренда просто название того, что она непосредственно делает. Да, и у нее «Теглайн», обратите внимание, старейшая благотворительная организация, помогающая бездомным людям. Еще пример. «Центр равных возможностей вверх». Это московский центр, который помогает детям-сиротам. Официальное название «Автономная некоммерческая организация» – «Центр равных возможностей для детей-сирот вверх». Если бы мы просто взяли «Центр равных возможностей для детей-сирот», никто бы никогда этот вверх не запомнил. Это бы слилось в одной единой каше всяких организаций бюджетных, небюджетных, дополнительных и так далее. Но этого не произошло. У «Верха» есть очень конкретный бренд, который понятен. Мало того, он не только бренд сам по себе хороший, у него еще есть хороший «Теглайн». Я об этом скажу. Когда вы говорите «Центр равных возможностей», по крайней мере в Москве, вы думаете о «Верхе». Еще пример. Фонд ОРБИ. Фонд по борьбе с инсультом. И здесь можно было бы его назвать просто «Фонд по борьбе с инсультом», но он бы слился точно так же минимум еще с 20 фондами, которые пытаются каким-то образом противостоять сердечно-сосудистым заболеваниям. Фонд ОРБИ, пожалуйста, уже работает как независимая единица. Антон тут рядом. Причем сам фонд называется «Выход в Петербурге». Выход это от слова «Аут», потому что они занимаются аутизмом. Антон тут рядом – это название фильма, который сняла одна из основательниц фонда. И после этого они назвали «Центр». Антон тут рядом. Который, я считаю, совершенно гениален как название, потому что он точно запоминает. Потому что в нем, в этом названии есть некоторый элемент абсурдизма. Абсурд – читайте, коллеги классика, читайте Даниила Хармса. Не повредит. Это такой метод в искусстве, который позволяет соединять несоединимое. Теглайн. Помимо названия, особенно если вы делаете какое-то особое название, какое-то не очень, скажем так, понятное с первого раза, с первого взгляда, Наталья Розина пишет, что вы делали инфографику для своего проекта через сервис. Это, знаете, Наталья, я, кажется, задавал вопрос где-то минут 15 назад. Пожалуйста, прыгайте в наш трамвай. Мы уже на пару остановок вперед уехали. Соответственно, теглайн. Теглайн или слоган – это краткое описание вашего проекта в одном предложении. Сайт о чем-то. Сервис – делание чего-то хорошего для еще чего-то более хорошего. Теглайн или слоган может быть призывающий к чему-то. Помоги, сделай что-то важное вместе с нами. И, как правило, теглайн идет под логотипом, под фирменным блоком. Вот он, на члешке, которую мы уже обсуждали. Вот у нее теглайн. Это старейшая благотворительная организация, помогающая бездомным людям. До того, как она стала старейшей, она была, видимо, просто благотворительной организацией, помогающей бездомным людям. Центр вверх. Вот у нее теглайн. То, что это центр равных возможностей. Фонд по борьбе с инсультом. Если, опять же, теглайн сам по себе не работает, но он добавляет очень много для объяснения того, что же делает организация. Логотип. Так, теперь начнем с хороших примеров. По поводу, вот, например, спидцентр. Сделали даже не просто логотип, а они сделали некий фирменный стиль, который вот явно относится к цитату, соответственно, Петрова Водкина, «Купание красного коня». Вот там вот этот вот красный конь, везде присутствуют, на нем различные люди. Но вот эта вот символика красного коня практически прослеживается везде. Нужна помощь. Немножко другой вариант, когда в целом именно логотипа как графического изображения нет, зато есть шрифтовое начертание. Они сделали специальный, точнее, или купили, вот я не знаю точно предыстории, но используют, можно точно сказать, что они используют шрифтовое написание. Просто нужна помощь, которая выделяет само название от всего остального. И вот, пожалуйста, можно работать уже только с подобным логотипом. Международный мемориал, правозащитная организация. У обычного мемориала там есть правозащитный и международный. Собственно, тоже здесь все хорошо. Во-первых, здесь плюс в том, что это старый логотип, то есть он как появился в 89-м, кажется, году, вот так он практически не менялся, переживая такие, то, что называется, подтяжки лица. Немножко там его викторизовали, немножко там изменили пропорции, но так или иначе он остается. Здесь тоже есть, во-первых, важный фактор того, что он компактен, то есть это изображение какого-то квадрата. Там есть символ свеча. С одной стороны свеча, с другой стороны ромбик башни Кремля, так чтобы, потому что, известно, мемориал занимается в том числе исторической памятью по поводу того, что было в том числе связано с политическими репрессиями. И, наконец, сам мемориал, то, что название находится в самом логотипе. При том, что даже если мы это уменьшим, то пропорции и вот такое яркое графическое пятно в виде огонька свечи будет нам заметно. Вот экоцентр Дронт. Это Нижегородская экологическая организация. Они в целом Дронта выбрали как пример того, что вот Дронт, то есть они сам символ закладывают достаточно много символизма. Да, Дронт это птица, которая вымерла, жила на Мадагаскаре, вымерла из-за того, что не умела летать, не умела никак прятаться, потому что у нее была совершенно идеальная экосистема. Вот, и предполагается, да, чтобы мы сами с вами не стали Дронтами, да, нужно обязательно что-то делать, как-то заниматься экологией, окружающей средой вокруг нас. Вот. Проект W, да, или В, вот, это организация, которая занимается равными правами и противодействием насилию в отношении женщин. Вот, и у них, конечно, целевая аудитория более, скажем так, явно англоязычная, да, нужно понять, что такое вообще В, да, почему, что это вообще значит, почему там знак вопроса, да, то есть это как бы крупногородская, целевая аудитория. Но зато символика именно цветовая, да, то, что это такой розовый, типично ассоциирующийся с женщинами, вот подобный тоже формат, да, они предлагают носить футболки в этом основном, соответственно, на теле, да, показывают примерно про что этот проект, да, он сразу, во-первых, он заметный, а во-вторых, он явно дает понять вообще, какие здесь ценности заложены. Вот, логотипы не так уж сложно делать, да, достаточно для этого придумать какой-то, найти какой-то символ и найти какой-то более-менее необычный шрифт. Вот пример. Вы можете сначала нарисовать, потом зарисовать. Это все вот 30 минут занимает. Вот берете или берете просто любой векторный редактор, с помощью него просто, ну, какие-то векторные эти линии прорисовываете. Вот, видите, вот в интернете полно видео, да, от 10 минутных, там, от 10 минут до часа по поводу того, как векторизовать растровые картинки. Если кто-то не знает, что такое вектор, тоже все это есть и подробно в интернете объяснено. Вот здесь на этом примере проект, это проект на одном из скатонов, вот они там сначала придумывали тоже какую-то жуткую скукотищу, типа, вот там чего-то там, ну, вот как в итоге, к чему они пришли в виде теглайна, да, портал уличных мастерских для детей. И у них были-то сначала там уличные дети, мастерские для детей, в общем, все это не запоминалось, и потом они пришли с идеей, которую назвали «Тюрлю-тю-тю». Вот, и «Тюрлю-тю-тю», вот, это смешно, это интересно, это явно необычно. Вот, ну, здесь дальше еще примеры «Открытый путь», да, «Открытый путь», конечно, не могу сказать, что это какой-то сильно хороший пример названия или логотипа, но, по крайней мере, он говорит о том, что нужно делать, вот, сбор данных в барьерах, окей, ну, хорошо, вот. «Молотов-41-45» — это проект по исторической памяти в Перми, вот, «Молотов» — это, соответственно, название Перми в четыре года войны, вот, и, соответственно, идея в том, чтобы там сделать выставку, как город жил во время войны. «Тутук» — да, тоже какой-то такой совсем быстро сделанный пример «Айдентики», да, это вот сервис на напоминание контроля за пресс-службами официальных лиц, вот, здесь он хорошо так прям звучит, да, «Тутук», да, вы как будто постучались к кому-то и о чем-то напомнили, при том, что это, можно сказать, «тук-тук», и такой проект уже есть, а можно «тутук», и так никто еще пока не называл, да, к слову, об оригинальности. По поводу шрифтов, да, ищите фразу «бесплатные кириллические шрифты», и вы получите много шрифтов. Вот, также я советую Google Fonts, да, это шрифты Google, и мы достаточно много писали про шрифты, вот, можно зайти на наш сайт. И теперь вот вопрос, да, люди спрашивают, ой, а где же нам взять какие-то векторные изображения? Вот, и я советую очень хороший проект, The Noun Project, он, там можно просто ввести слово и получить бесплатную векторную иконку, которую можно скачать, и вы либо платите, либо потом где-то внизу на вашем сайте упоминаете, что исходная иконка, что в проекте используется иконка вот того автора, который вам, собственно, помог. Вот. По поводу того, где редактировать... Все, у меня сейчас нормально слышно. Хорошо, да, извиняюсь, здесь произошла какая-то накладка. Вот. Итак, я лично использую скетч, это хорошая, но платная программа. Я считаю, что она самая лучшая сейчас для векторной графики. Раньше использовал иллюстратор, и иногда тоже использую иллюстратор, но, откровенно говоря, иллюстратор и дороже, и по функционалу немножко отстает. Вот. Опять же, если вы планируете заниматься графикой в своей жизни, то я очень вам советую купить скетч, не пожалеете. На это там 7 тысяч рублей, но это, в общем, такой очень серьезный инструмент для вас. Если же денег у вас нет или платить вы не хотите, можете использовать бесплатный редактор с открытым кодом, который называется Inkscape. Вот. Здесь пример. Если же у вас вообще нет возможности редактировать, вот есть, сейчас появляется все больше и больше онлайн-редакторов, например, UI Draw. Вот. Теперь, возвращаясь, собственно, подытоживая, все задачи, связанные с брендами и логотипами, когда вы работаете над сайтом, проверьте, ответите себе на несколько вопросов. Во-первых, есть ли у моего проекта бренд? Действительно, можно ли то, что есть сейчас, назвать брендом? Идентифицирует ли этот бренд мой проект? Выделяет ли его среди других? Формируется ли какая-то эмоциональная связь? И отражены ли ценности и миссии этого проекта? Проверьте, лишний раз не содержит ли бы слово благо, добрый, зеленый, эко. Вот вся вот эта вот муть, да, которая на самом деле, к сожалению, ошибается. Ну, не то, что ошибаются. Я считаю, что это просто лень. Вот используют, к сожалению, даже крупные всякие фонды. И на это, конечно, больно, больно неприятно смотреть. Можно ли название продиктовать по телефону? И особенно это, например, плохо для... Это хороший тест, например, для всяких латинских названий. Да, вы там какой-нибудь... Ай, Викенд. Вот, а потом там Ай или все-таки там Ай и Краткая, или И с точкой. С как доллар нужно куда-то вводить. Вот, чтобы уйти от С как доллар, попробуйте подумать все-таки, как можно сделать короткое, интуитивно запоминаемое название. Вот здесь мне рассказывали, есть совершенно прекрасный портал, который называется «Такие дела». Вот, и там он действительно очень, ну, остроумно назван. Вот, потому что, ну, такие дела. Да, но журналисты, например, не то, что это критическая проблема, но вот с порталом «Такие дела», они, например, ко мне звонят и говорят, ну, вот мы с портала «Такие дела». Они такие, а название-то какое? Вот. Чего за дела? Вот, поэтому, в общем, будьте осторожны, когда вы вот по такому направлению креатива идете. Да, и это, кстати, тоже хороший тест. Смотрите, если у вас теглайн, объясняющий проект, если говорить о логотипе, то все логотипы должны быть в векторе, они все должны быть понятны в черно-белом варианте и должны быть понятны в маленьком размере. То есть, если логотипы забилуют деталями, и вы пытаетесь его сжать до размера один на один, и он полностью теряет какую-то идентичность, дело плохо. Вот. Наконец, последний пункт того, что я хотел бы рассказать сегодня, это фирменный стиль. И фирменный стиль в особенности играет основное значение в печатных материалах. Он даже играет в печатных материалах больше, более высокую роль, более важную роль, чем в онлайн материалах. Прежде всего, потому что в онлайне мы все это смотрим через различные интерфейсы, в различных контекстах. Тут у нас Facebook со своим интерфейсом, тут у нас Telegram и так далее. Мы никогда не можем увидеть этого как в целостности. А в фирменном стиле у вас все жестоко. И здесь вам именно хотел бы сказать про фирменный стиль, его важность в таких офлайновых взаимодействиях. Ну и вообще, когда говорят про элементы фирменного стиля, прежде всего, основной элемент фирменного стиля – это последовательность. То есть то, что однажды примененные правила вы используете систематически, вы их не нарушаете. Фирменный стиль – это прежде всего правило, это ваши законы, визуальные законы. Из чего они состоят? Из того, что у вас есть логотип, который нельзя менять, который нельзя изменять. И вы, когда посмотрите так называемые брендбуки, там есть примеры правильного и неправильного использования логотипов. Если у вашего логотипа всегда должно быть охранное пространство, есть всегда какие-то варианты, когда нельзя использовать. У вас есть цветовые гаммы, когда вы должны использовать инвертированный образ, то есть не красное на белом, а белое на красном. И так далее. Здесь я не буду подробно останавливаться на всех элементах фирменного стиля, просто потому, что это, как вы видите, еще минимум часа два. Фирменный стиль – это слоган, это ваша история, это в том числе легенда основания организации. Это фирменные цвета, и гамма здесь очень важна. Вот я когда говорил по поводу сайта, когда говорил по поводу разработки, чрезвычайно важно, чтобы у вас были последовательные и хорошо подобранные друг к другу фирменные цвета. Как правило, это работает так, что у вас есть один доминантный цвет, несколько дополняющих, так, чтобы люди ассоциировали вашу организацию цветом. Пример хороший – Билайн. Мы хорошо знаем, что Билайн – это у нас черный и желтый, или МТС. Мы точно знаем, что это будет красный цвет. Не наоборот. И мы знаем, что Билайн не будет использовать у себя где-то в официальных материалах зеленый цвет тоже. Это тоже нам хорошо известно. Наконец, фирменный стиль – это комплект шрифтов. И, как правило, это не просто один шрифт. Мы говорим о так называемой шрифтовой паре. Об одной или о нескольких шрифтовых парах. То есть, это у вас один шрифт для заголовков, другой шрифт для всего остального. В дополнение к этому еще могут быть различные элементы, но я практически ни разу не встречал их хорошо проработанными в специфике НКО. Это корпоративный герой и постоянный коммуникант, то есть лицо фирмы. Как пример, посмотрите на какие-нибудь банкоматы. У банков, как правило, они хорошо все время выделены, что у вас есть постоянный коммуникант. Это лицо фирмы в виде девушки или нескольких девушек, которые показывают вам, чего нужно делать с карточкой у вас в банкомате. Но из хороших примеров того, чем стоит воспользоваться, чем стоит вдохновляться, я хотел бы, конечно, показать вам, пожалуй, самый лучший пример достойного фирменного стиля. Это фонд Перри. И там прежде всего стоит посмотреть на его годовой отчет, который совершенно прекрасно сделан. И вот здесь, помимо того, что очень последовательная цифровая гамма, доминантный простой красный цвет, но он выполнен совершенно нестандартно. То есть он выполнен с очень серьезным вкусом, с расстановкой. Вот здесь мы видим, во-первых, внимание к мелочам. У нас второстепенные детали выполнены, они удалены от основного содержания, присутствует сетка и в том числе, как вы видите, вот типичная шрифтовая пара. Отдельно выделяется заголовок, отдельно обычный текст. Вся типографика тоже выверена в соответствии с сеткой. Совершенно прекрасная вещь. Юлия пишет, чтобы ассоциировали цвета с брендом, надо, чтобы прошло время. Билайн в этих цветах уже лет 15 или больше. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, они там действительно уже несколько лет тому назад это ввели. И понятное дело, что да, люди, чем больше они видят это, чем больше встречаются, тем больше они с этим ассоциируются. И мы не говорим, чтобы о том, чтобы НКО здесь как-то применяли для себя стандарты собственно коммерческих организаций, но вы вполне можете достичь того, что если вы систематически во всех печатках онлайн-материалах используете один и тот же цвет, что они понимают, что они не могут вот в фонд Пере вот здесь, как бы они не хотели розовый цвет поставить, они этого не смогут сделать. И, собственно, и не должны. Ни в коем случае нельзя здесь розовый использовать. У них есть просто только красный цвет. И все. И это окей. Меньше – это больше. Поэтому Татьяна говорит, что дело не только во время продвижения имеет место быть. Понимаете, это для всех есть свой масштаб. Для того, чтобы некоммерческая организация местная ассоциировалась с каким-то цветом, достаточно просто, что она будет в течение года использовать только один выделяющийся цвет. И она будет у всех местных ассоциироваться в течение какого-то времени только с этим цветом. И они будут издалека замечать эту организацию. Здесь, наверное, я бы остановился. И если у вас, коллеги, есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. в течение года. Спасибо. 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 Если вопросов нет, то я думаю, что на этом, пожалуй, мы тогда завершим. Влад, это ты там подключаешься? Да. Так, Татьяна пишет, можно ли в теплице получить услуги по ребрендингу НКО? Вы знаете, услуги, прямо такие услуги, как услуги, это можно написать, я не могу здесь дать гарантий, но, по крайней мере, вы напишите, какой у вас вопрос, а мы уже посмотрим, чем мы сможем вам помочь. А мы уже посмотрим, чем мы сможем вам помочь. Так, по поводу вопроса Натальи, что означает дерево на вашем логотипе? Вот. Так, коллеги, а у всех эхо слышно или только у меня? у меня? Точнее, или только у Юлии? Хорошо. Значит, что означает наш собственный логотип? У нас логотип такой, что мы занимаемся проблемами, которые, как корни, достаточно глубокие. Это глубокие проблемы, но при этом они все получают новое развитие и новые решения в виде микросхем, в виде каких-то приложений, что-то связанного с технологиями. И вот, как вы видите, здесь вот как микросхема, и при этом это одно прочтение. С другой стороны, это, ну, вот видите, да, вот Юля говорит, что это граф, да. В принципе, это можно воспринимать как граф. Можно говорить, что вот у нас здесь многообразие сетевых сообществ, которые при этом привязаны к земле, привязаны к настоящим каким-то вопросам. Вот. Тоже можно смотреть и так. Здесь как раз хороший логотип, он, в принципе, как произведение искусства, им очень довольны нашим логотипом. Вот. Он просто приятен для того, чтобы его использовать. Иногда у него может быть несколько значений, и, в принципе, до тех пор, пока он просто эстетически пригоден, и вы его систематически и последовательно используете соответствующими правилами, то он отвечает основной миссии, да. Он резонирует, он отражает примерно то, что вы делаете. И, ну, и, кстати, тоже вот я еще вспомнил, да, то, что нам очень было важно показать рост. Вот. Рост и какие-то плоды, да. Потому что вся идея теплицы, да, то, что у нас здесь что-то растет, мы что-то пытаемся выращивать и какие-то, чтобы это плоды приносило. Вот. Поэтому явно это заложено тоже в визуальном ряде и, наверное, имеет отношение к тому, о чем я говорил сегодня. Я думаю, если вопросов больше нет, то мы будем заканчивать. Влад, наверное, тебе слово. Нет, у меня тогда к вам небольшая просьба. Для того, как мы вместе сделаем общепортретное фото, можно вас попросить заполнить анкету. Я сейчас вышлю ссылку. Да, я, Алексей, я здесь. Ссылка в чате. У меня просьба перейти по этой ссылке и заполнить анкету. Да, на самом деле нам интересно ваше мнение по этому краткому курсу по серии вебинаров. Там конкретные вопросы, которые мы сформулировали для вас и в конце есть отдельное поле, если у вас есть какие-то пожелания к нам. Пожалуйста, заполните. А, мне не слышно. Для вас и в конце есть отдельное поле, если у вас есть какие-то Теперь слышно. Кому-то не слышно, кому-то нет. Давайте я на всех случаях повторю. Ну, прежде всего благодаря Алексею за его презентацию. Я отправил ссылку в чате. У меня просьба заполнить эту ссылку. Сейчас, пока вы еще не отключились, уделите одну минуту. Нам просто интересно ваше мнение по серии вебинаров. Там сформулированные вопросы и в конце отдельной строкой возможно для вас высказаться какое-то пожелание для нас на будущее. Поэтому, пока не отключайтесь, я еще раз скидаю ссылку в чат. Перейдите, пожалуйста, по ней и заполните. Анкета анонимная. Можно абсолютно честно все писать. Все записи вебинаров и презентации я делал в рассылке, рассылал отдельными письмами. Я еще раз все вместе соберу и сделаю одно большое письмо со всеми ссылками и презентациями. Оно будет немножко попозже. И пока вы заполняете анкету, я еще раз напомню, что те, кто решился стать IT-волонтером, просмотрел задачи на платформе IT-волонтер и в ближайшее время откликнется, не забывайте мне писать об этом. Если вы решите задачу, успешно решите задачу, мы подготовим, сделаем для вас именной сертификат. Мне кажется, это очень круто начать свою долгую историю IT-волонтерства с документа, подтверждающего точная дата старта. Влад, можешь на секунду микрофон? Да, коллеги, я хотел бы вас наконец поблагодарить. Многие из вас здесь систематически приходили. Это наша первая попытка IT-академии. Мы будем всячески вам благодарны за ответы в данной форме. Что такое role? Вы знаете, Юля, это, видимо, просто какая-то ошибка. Сейчас, наверное, Влад поправит. Я хотел бы вас поблагодарить за ваше время. Я надеюсь, что наши презентации были для вас полезны. И я очень надеюсь, что вы найдете время не только, чтобы нас послушать, но и в том числе, чтобы помочь кому-то другому и рассказать об этой платформе. За последний год у нас было практически полторы тысячи часов, которые волонтеры потратили своего времени на некоммерческие проекты. И мы очень надеемся, что это число увеличится, в том числе и благодаря вам. Поэтому дерзайте и удачи вам. Наверное, на этом все. Это делает. Удачи вам благодарны, удачи вами! Продолжение следует...